Так, мои дорогие, горячо любимые и обожаемые зрители, здравствуйте! И сегодня у нас на обзоре действительно долгожданная новинка! В линейке компании Jillian наконец-то появился седан, познакомьтесь, он называется M-Grant. И многим из вас это название может показаться знакомым, но все дело в том, что M-Grant в России уже присутствовал в одном из предыдущих поколений. И, прямо скажем, большого успеха он на нашем рынке не нашел. Ну а окажется ли успешной вторая попытка и сможет ли эта модель навязать серьезную конкуренцию, например, Lada 200, мы сегодня и выясним, а также расскажем об этом автомобиле во всех подробностях. Не забывайте о том, что с вас лайки, подписки и комментарии, а с нас годный контент, и мы начинаем! Это может показаться странным, но никаких технических изысков в M-Grant нет, что, в общем, не совсем свойственно для китайских автомобилей, которые даже официально присутствуют на нашем рынке. В основе этой модели лежит модульная платформа BMA, точно такая же, как и у Coolray, который мы недавно для вас снимали, и ссылка на его обзор будет в описании. Под капотом у M-Grant стоит полуторалитровая атмосферная четверка мощностью 122 лошадиной силы. Ну а сочетается она либо с механической коробкой передач, либо с классическим гидромеханическим автоматом на 6 ступеней. В Беларуси на таких машинах используется вариатор. Что же касается габаритов, то на самом деле M-Grant чуть больше, чем Lada Vesta. Это касается как габаритной длины, так и размера колесной базы. Ну а если мерить в более привычных для нас, для всех единицах, то M-Grant это, по сути, конкурент Kia Cerato. Багажник M-Grant вмещает приличные 500 литров, но организован он очень простенько. Удобных приспособлений для фиксации вещей нет. В подполье лежит докатка, но никакого органайзера вокруг нее тоже нет. Спинки задних сидений складываются по частям. Однако для перевозки чего-нибудь очень габаритного Gili, как и любой другой седан, не подойдет. Проем в салон узковат. Задний ряд простором не балует. Крупным пассажирам будет не очень удобно. Пожаловаться не получится, пожалуй, только на запас места над головой. Из удобств имеются отдельные воздуховоды, а в топовой версии добавляется еще и USB-порт. Интерьер Gili M-Grant, ну, по крайней мере, в самой дорогой комплектации выглядит очень нарядно. Вы только посмотрите на эти белые кожаные сидения с вот такими вот бирюзовыми вставками. И на самом деле в некоторых автомобилях, которые стоят дороже и которые формально классом выше, чем M-Grant, отделка бывает похуже. Вся верхняя панель отделана у нас тоже мягким пластиком. Ну, конечно, нижний пояс у нас весь сделан из жестких материалов. Но, в принципе, для автомобилей такого класса это абсолютно нормально. На что хочется сразу посетовать, так это на недостаток освещения в этом интерьере. Здесь нет никакой контурной подсветки и даже нет лампочек у некоторых органов управления. Например, ночью вот этот вот пульт с блоком управления стеклоподъемниками и настройкой зеркал никак не подсвечивается. И если вы хотите что-то изменить в настройках зеркал, опять же, то делать это будет довольно непросто. Теперь пройдемся по базовым автомобильным дисциплинам. Посадка за рулем. К ней у меня нет вообще никаких претензий. Здесь классные сидения, отличная боковая поддержка, есть опора для плечей, очень приличный профиль спинки. Даже несмотря на то, что валик поясничного подпора настроить никак нельзя. Ну а баранка у нас регулируется как по вылету, так и по углу наклона. Короче говоря, удобное положение, находится без каких-либо проблем. И в отличие, например, от какого-нибудь КАИ Е5, где даже в самом нижнем положении водительского кресла все равно подпираешь макушкой потолок. Это не очень удобно. Плюс ко всему здесь вполне понятная эргономика. Вот, например, пульт управления климат-контролем вынесли на обычные физические кнопки. К сожалению, как и в CoolRay, с них нельзя полностью настроить микроклимат в салоне. Например, с них нельзя включить подогрев сидений. Но какие-то базовые вещи настраиваются отсюда без проблем. Например, отсюда регулируется температура, интенсивность обдува, включается автоматический режим. Ну, в общем, справитесь. Здесь же, кстати говоря, рядом находится обычная физическая кнопка запуска двигателя. Практичность передней части салона у имгранда тоже на довольно высоком уровне. Здесь есть отдельная полка для мобильного телефона, вот такая удобная. Есть большой лоток внизу центральной консоли. Здесь же у нас прячется 12-ти вольтовая розетка. А еще тут должен быть USB-порт классического формата. Вот здесь вот он должен располагаться. Почему должен быть? Потому что вот несмотря на то, что машина проехала 1400 километров, он оттуда уже вывалился. И зарядить отсюда телефон у вас просто не получится. Еще у нас здесь есть пара подстаканников довольно больших. Есть большая емкость под центральным подлокотником. Короче говоря, раскидать мелочевку сможете тоже без проблем. Даже несмотря на то, что вот здесь внизу у нас никакой ниши нет. Что, в общем, довольно нетрадиционно для современных китайских автомобилей. Приборная панель полностью цифровая. Но это, знаете, такая имитация нормального современного цифрового щитка. Потому что там черно-белая графика, обыкновенные сигнальные лампы. Но, с другой стороны, в принципе, все считывается нормально. Хотя некоторые цифры могли быть и побольше. Поэтому взаимодействовать с этой штукой довольно удобно. Мультимедийная система тоже крупная. Она у нас стоит отдельно, не по моде. Она не спарена с цифровым приборным щитком. И это точно такой же развлекательный комплекс, как и у обновленного Clure. На главном экране здесь есть виджеты быстрого доступа к основным функциям. Плюс ко всему, отсюда же можно изменить ездовые режимы. И, например, подключить телефон по Bluetooth или кому-нибудь позвонить. Управление климат-контролем тоже вынесено на отдельную вкладку. Как я уже и говорил, вот этими кнопками абсолютно все включить у вас, к сожалению, не получится. И, например, вот именно отсюда у нас включается подогрев передних сидений. Он трехступенчатый, но, кажется, греется здесь только подушка. А самая большая проблема заключается в том, что как только морозным утром вы придете к своему автомобилю, заведете его и захотите, чтобы сидение стало теплым, вам, черт побери, придется подождать, пока загрузится мультимедийная система. А делает она это не супербыстро. Еще одна претензия к теплым опциям заключается в обогреве рулевого колеса. Он включается не очень нативно. Казалось бы, здесь есть отдельная кнопка на левой спице, но если вы просто на нее нажмете, ничего не случится. И вы можете подумать, что подогрев руля у вас просто-напросто сломался, но все дело заключается в том, что эту клавишу надо подержать нажатой. И вот только после этого загорится индикация, и баранка начнет греться. Причем, кстати говоря, по всему ободу, что очень удобно. Вообще, с теплыми опциями здесь дела обстоят довольно неплохо. Есть даже подогрев стекла. Он включается вот этой вот кнопкой слева под баранкой. Но весь нюанс заключается в том, что греется только зона покоя дворников. И обогреть все стекло у вас, к сожалению, не получится. А с другой стороны, если там чуть-чуть отогреется, уже скребком дальше сами дочистите. Ну и на этой прекрасной ноте и до того, как у нас замерзло стекло, давайте я уже пристегнусь, и мы поедем и выясним, как же имгрант чувствует себя на ходу. Особенно с классическим гидромеханическим автоматом. Здорово! Ну и главный вопрос к Джилле М-Гранд лично у меня, это как же эта тачка едет, особенно на фоне Лады Весты. Ведь я напомню, отечественный седан настроен очень неплохо. У него очень интересное и очень энергоемкое шасси. И, короче говоря, управлять Вестой прям реально прикольно. И нет, конечно, это не разочарование, но едет М-Гранд не так интересно, как отечественный бестселлер. Не, на работу рулем эта тачка реагирует нормально. На дуге стоит очень неплохо, усиленно, баранки тоже подобраны как надо. Но вот никакого азарта, к сожалению, не возникает. С другой стороны, может быть, это даже к лучшему. В конце концов, мы говорим о безопасном, городском, более-менее семейном автомобиле. Какой уж тут нафиг коза. Ну и, конечно, в отличие от Весты, здесь есть система стабилизации. И вот в таких погодных условиях она работает довольно часто. Но здесь я должен отметить, что настроена электроника весьма неплохо. И она грубо не обрубает тягу, когда ей показалось, что вы вдруг куда-то поехали не туда. Но ее наличие, конечно, делает человек из рулем несколько спокойнее. Короче говоря, если вы хотите больше такого животного ощущения машины, то я бы на вашем месте присмотрелся к Весте. Но в случае с ней надо быть готовым к тому, что мотора у Весты не будет. У М-Гранда с этим дела обстоят значительно лучше. Несмотря на то, что рабочий объем здесь на 100 кубиков меньше, лошадиных сил-то больше, аж на 16 штук. Не сказать, что они делают М-Гранда прям суперстремительным, и вы будете побеждать на всех светофорных стартах. Но вот если вы помните, как ехали Рио и Солярис с мотором 1.6, помните? Ну вот, примерно такая же динамика и у Джили М-Гранда. Но вопросы у меня есть к автоматической шестиступенчатой коробке передач. А появились они в том числе из-за того, что мой коллега Юра Урюков, который написал в журнале Автору первый тест Джили М-Гранда, говорил о том, что эта трансмиссия работает прекрасно. Но касаемо вот этого автомобиля и конкретно вот этой коробки, я вынужден с ним не согласиться. В переходных режимах и в начальной фазе движения трансмиссия работает очень странно. Иногда она начинает зачем-то имитировать вариатор. Зацепится за какой-нибудь диапазон и держится в нем прям до победного, пока ты мотор чуть ли не в отсечку выкрутишь. А в пробках вдруг может начать неожиданно переключаться или наоборот не переключаться, когда вы уже начинаете набирать ход. Короче говоря, есть вопросы у меня к этой трансмиссии. И что это такое? Плавающее качество сборки или конкретно какие-то дефекты в настройке именно этой коробки, я сейчас сказать не могу. Но одно отметить важно. Юра ездил на другом автомобиле. Возможно, автомат там работал действительно совсем иначе. Плавность хода и энергоемкость. Ну, вот здесь ребята из Джилии, кажется, точно подумали над тем, какой должна быть подвеска для российских дорог. Машина, конечно, собирает мелочевку. Вот мы сейчас едем по проселочной дороге. Здесь много всяких вот этих вот выемок, выбоин, бугорков от льда и намерзшего снега. И вся эта мелочь, конечно, пятой точкой чувствуется. Однако на неровностях крупнее им грант работает прям молодец. Лежачий полицейский, большие трамвайные пути. Все это можно проезжать ходом. И, кстати говоря, даже на больших лежаках, на которых часто у китайцев бывают проблемы во время съезда, там подвеска бухает на отбой. Здесь такого я вот за несколько дней теста не зафиксировал. Конечно, такой же железобетонной прочности, как, например, у Логан или Дастера, в М-Гранде, ну, не ощущается. С другой стороны, если вы в основном ездите по городу, а потом едете на дачу по приличной загородной трассе, то никаких вопросов к подвеске М-Гранда у вас, скорее всего, не будет. Точно так же, как не будет их и к шумоизоляции. Уж не знаю я, это специально для пресс-парка так сильно зашумили автомобиль, или все М-Гранды с конвейера сходят такими, но в машине прям действительно тихо. Тихо прям не по-бюджетному. За это зачетно. Без учета скидок и специальных предложений, базовый Джили М-Гранд стоит 1 миллион 999 тысяч 990 рублей. У такой машины будут стальные 15-дюймовые колеса, галогеновые фары, тканевая обивка, кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, обычная приборка и один USB-разъем спереди. Топовый седан за 2 миллиона 479 тысяч 990 рублей. Это 17-дюймовые диски, люк, полностью светодиодная оптика, полный набор электронных ассистентов, подогрев передних сидений и руля, цифровая приборка, а также мультимедийная система диагональю 12,3 дюйма. Но, увы, как всегда в случае с Джили без Apple CarPlay и Android Auto. И что бы мне хотелось сказать в заключении. МГранд, конечно, не лишен недостатков. Меня, например, до сих пор раздражает алгоритм включения подогрева руля. Ну, какого черта эту кнопку надо держать? Ну, кто об этом сразу догадается? И мне не нравится, что здесь есть физические кнопки, но с них невозможно включить подогрев сидений. Особенно зимой, вот сейчас, когда на улице минус 15, эта проблема воспринимается особенно остро. Однако, если оценивать МГранд в общем, а не в частностях, то, конечно, очень классно, что эта модель наконец-то появилась на российском рынке. Ну, как минимум из-за того, что выбор стал шире. Плюс ко всему, у всех одноклассников этой тачки, которые появились на российском рынке раньше, недостатков еще больше, и проявляются они еще острее. Поэтому что-то мне подсказывает, что, наверное, до уровня продаж Лады Весты МГранд не дотянется. Ну, просто потому, что это почти невозможно. Но в топ-25 российского рынка он будет попадать стабильно. Ну, а если вы прямо сейчас находитесь в поисках нового автомобиля, то обязательно установите себе приложение Автору. Там огромное количество всяких вариантов. Новые, с пробегом, кроссоверы, седаны, да чего угодно. Все есть по самым вкусным, по самым интересным ценам. Короче говоря, ссылка будет в описании. Ну, а о Джилии МГранд вы теперь знаете все, что нужно знать об этом автомобиле прямо сейчас. Не забывайте о том, что с вас лайки, подписки и комментарии, а с нас годный контент. Берегите себя. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok